Что неверующий, взволнован. За каждое слово, за каждое в жизни мгновение ответа потребуется нас. А тебе крещённый? Крещённый безбожник. Крещённый. Тем более будешь отвечать за это. Если ты крещённый, ты должен молиться, соблюдать посты, творить милостыни, считать святую Библию. А вы лежите здесь, ищите чужих баб раздетых. А я не ищу баб раздетых. Вам сколько лет? 27. Мне 81. Я не лежу перед вами, уважаю вас. А вы лежите, как обожравшиеся. Я не голый. Свиньи, говорит, обожравшиеся. Голые, мужчины, рукоблудем занимаются. Тут ужас, что делается. Содом и Гаморра. Я не голый. Не голый, только что не голый. А сейчас будете пить и есть при мне. Всё время хлюпают и хлюпают. Я не ем и не пью. Я общаюсь. Ну, общайтесь, не ругайтесь, не материтесь. Я же сказал, первое слово, вы меня выделили, сразу матерок из вас. Испугался грешник? Я нет, я не испугался, я был взволнован очень сильно. Так вот, взволнован. Я освободился из тюрьмы последний раз. В 87-м году, как политзаключённый, за слово Божие. И 18 лет сотрудничаю с тюрьмой. Иду, когда по камерам, открывают кормушку-то. И как, ой, 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 вот так. И женщины, мужчины. Почему? Они не привыкли видеть мужской образ. Где ваша борода? На кого вы похожи? Чучело огородное. Ха, что, две мамы в доме? Это женский образ, женский образ. Это подкаблучники мужья, которые разводятся 10 раз. А когда мужчина борода, это власть над женщиной. Я ей скажу одно слово, она всё сделает. У меня щетина. Да не надо щетина. Щетина, это когда свинью палят на продажу. Это типа я свинья? Не ругаться больше, смотрите. Завтра вы будете смотреть на себя и будете ужасаться. Неужели, скажет, это я? Развалившийся, как Боров. Встань прямо. Я не могу. Можете. Вы на одну руку облокотились. Я перед вами не боюсь. Я не боюсь стать перед вами. Вот смотрите, православный образ. Это у вас верёвочка на поясе? Верёвочка на поясе. А в чём не... Это означает пояс. Про Библию написано 108 раз в Библии. Христос с поясом был, апостолы, пророки. Все с поясами. В милиции пояса, в армии пояса. У монахов. А вы кто? У вас брюки и рубаха заправлены. Это немецкий образ, не русский. Вы русский человеком подражаете иностранцам. Я не такой-то уж русский. Ну, не такой русский, тогда я разговору нету. Вы должны быть христианин, даже если вы не русский, даже если вы татарин. Прими Христа, живи для Бога. В смысле разговора нет, это потому что я не русский, что ли? Да нет, конечно, я не об этом сказал. Я сказал о внешнем образе. У русских... У вас там кто-то сзади пойдёт. У русских рубаха на выпуск, как у Льва Толстого стоит, и вот так рука у него стоит за поясом. Мы русские. Зачем нам брать иностранный образ одежды? А по идее, кстати, по идее, вот рука за поясом, это некрасиво. Да вам откуда знать, что красиво-некрасиво? Вы даже бороду убрали, на что похоже? А безобразие. А если ты бороду человек убирает, это значит следить за собой? Это означает, Бог сотворил, я покоряюсь ему даже в малом. Мой Бог меня таким сотворил. Глаза, брови, почему не бреете? Почему ресницы не постригаете? Потому что бабы заели вас. Шалавы эти. Мужиков под каблуком держат. Встань прямо на ноги, чтобы ты сказал слово, чтобы она ни шагу никуда. Покажи, что ты мужчина, что ты скала, она за тобой скрылась. Так я вообще скала плем. Ну да. Мужчина это единица, два, три, женщина нуль. Где она станет? Сзади, она в десять раз тебя увеличит. Вперед станет, ноль целых одна десятая будет. Математически вы никто уже. Зачем вы меня встираете? Да не вас, а больше в бвоздиках. То есть что вы трясете за свой авторитет, которого нету? Которого нету. А откуда у нас будет авторитет, если вы лежите? Не ложись никогда днем. За пятьдесят шесть лет моя жена меня ни разу не видела лежащим. Почему? Потому что мы встаем в 4.40, молимся. Считаем, слово Божие, идем на работу. Я работал всегда на двух-трех работах. Сорок лет печником работал только. Печником? Печником, печи разные делать. Потому что государство нам не давало работать. До армии я работал прорабом в оргах МВД. Со строго режимом лагерем. А когда уверовал в Бога, в 23 года, 57 лет назад, все, мне везде запретили работать. Только во внедомственной охране того района, где живу. Вы это не знаете. И давно вы так в 4.40 встаете? Всегда. Офигеть. В 4.40 мы, это наш подъем. А я вот работаю в интернете сейчас, письма приходят. А сегодня я встал 20 минут первого. В смысле, в интернете работаете что, типа, деньги там получаете? Нету ни копейки. У меня пенсия большая. 8 тысяч. 141 рубль. 33 копейки. Так это же мало. Я не говорю мало. Большое это, значит, как показывают в кавычках. А вот это вот, в котором вы сейчас находитесь, вот это помещение, это что такое? Это помещение, которое дало мне государство. Когда я освободился, а потом был реабилитирован, я не виновен. Тогда я стал судиться, за что у меня изъяли конфискация. А стоимость, по государственным расценкам, была 11 миллиардов. И им давать нечего. Им давать. Это те, они донимированы деньги-то. 11 лет шел в суд, и я его выиграл. И тогда предложил рассчитаться недвижимостью. И в центре города Барнаула, тут и оп, рядом, красота такая. Два дома и 13 соток на этой площади. Государство, суд решил. Городовская администрация отдали, расписались, мировое соглашение. Теперь это я могу и продать его. А это я построил по обычаю, как, ну, нары, или сказать, там, шконки, или кровати, или палати. Что приезжают гости, было где ночевать. Это жаргон. Ну, я и говорю. А Бог спросят. Ну, а вам откуда знать про Бога, когда Библии в доме нету? Вы ничего не знаете. Просто трепетит. У меня есть. Покажите. Это вставать надо. Вот, вот и оно. Вставать неохота. Поел бы, говорит, к холодильнику идти пять шагов. Да ладно уж, не пойду. Да. Ну, ладно, счастливо. Еще счастливо. Вы зайдите по скайпу, я вам материалы скину. Вас как звать? Иди. Какие материалы? Вас как звать-то, я говорю. Иван. Иван, меня Игнатий Лапкин. Игнатий Тихонович Лапкин. Я же вам сказал. И вы, Иван, не упускайте возможности этой зайти по скайпу. Больше вы этого нигде в мировой сети не встретите. Нигде. У нас на сайте 50 книг аудио моим голосом насчитаны. Библия, Архипелаг, ГУЛАГ, Златоуст. В Латой УЗ? Там ответы, которые я даю, 55 папок. На 4124 вопроса отвечаю студентам. По всей тематике. Политика, экономика, социология, воспитание, работа, искусство, литература. А у вас что за образование? В 10 университетов не вложить. Я всю жизнь ущусь. Да? Да. А я уже умею. А что вы умеете? Я могу, короче, зарабатывать деньги. И я могу играть в компуктер. Очень хорошо могу играть в компуктер. На пятерочку. До уверования мне было 23 года. В это время я занимался на 7 языках. И услышал слово Божие. Все оказалось не нужно. А я работал на корабле. Учился в училище на штурмана. Я уверовал. И в этот вечер морякам стал говорить о Боге. Моя жизнь пошла совершенно по другому руслу. Это точно? Да. И что, вы учились на штурмана? Еще раз говорю. Последний раз я освободился в 87-м. Когда вышло помилование от Верховного Совета СССР. Всех политзаключенных выпустить. Нас было 210 человек. Угу. А если у меня скайпа нет, что делать? А сделайте. Вот это минутное дело. Мне 81-й год. И у меня есть в Твиттере, в Фейсбуке, Одноклассники, ВКонтакте, живой журнал. Везде Инстаграм. Везде есть. А у вас нигде нету. Так это много? Немного. Это еще мало. Я сказал, что у меня посещаемость... 42 миллиона у меня просмотров. Это мало. У меня есть Ватсап. Так, вы запишите, и сейчас же выходите в скайп. Я вам такие материалы скину. Вы перед людьми сразу возрастете. Скажут, откуда вы это знаете? Материалы, которые я даю, их нигде нету. Я их не списываю из чужой книжки. В смысле, сами придумываете? Я не придумываю. Во Святи Библии, Святых Отцов, Канонов, Церкви, Жития Святых. Четыре параметра. Плюс мировое искусство, поэзия. Это я студентам отвечаю. У вас есть... В смысле у вас какая-то кафедра? Я в пяти университетах одновременно вел занятия. Тринадцать школ. Все отделы милиции, городское, краевое. Все воинские части, заводы и фабрики. Это моя аудитория. И три радиопрограммы, одна часовая онлайн. Это что, вы в авторитете, что ли? Да это не то слово. А какое? А такое, что больше ни у кого нету во всей мировой литературе. В мировой практике этого не было, что Господь решил через нас сказать вам. В смысле, так вы... Я что-то не понял. Вы в смысле еще и книги пишете? У меня вышло в бумажном варианте 38 томов. Это что, продали? Нет, не продал. Я принял решение, по милости Божией, подарить библиотеке мира. Мы в Барнауле. Мы доехали до Владивостока, посещая все подряд города. Потом до Лиссабона, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. 650 городов. Я в 650 городов подарил книги на 35 миллионов. Мои книги видели... Велодимир Владимировича Путина в библиотеке стоят. Мои книги. У Путина стоят ваши книги? Да. Я ему подарил. Не согласен, подарите мне. А вы зачем? Вам это не надо? Вы же все равно лежите. Я дарю тому, кто работает. А он как на галерах раб. Сейчас мне сказали, что скачивай, значит, себе скайп. А сейчас вы говорите, что тебе это не надо. И вам не надо сейчас, потому что вы в электронной версии возьмете. Заходите по скайпу, я скину все книги. Там мне изданы 4 книги моих стихов по 800 страниц. 3467 стихов по 36 строчек каждая. Из них 86 положено на музыку и поются. Там у вас сзади кто-то ходит? Да, это брат ходит. Так, вы уезжаете уже? Нет еще. Нет еще. На работу уходит. У нас время-то сейчас еще 8 часов 22 минуты. Утро, что ли? Конечно. Мы уже позавтракали, все. У меня две голубятни, две голубятни. Две голубятни? Да. Большие, что ли? Ну, конечно. Я лажу туда-сюда. Голуби воркают. А зимой у меня даже маленькая голубятня в комнате. Я еще поднимаюсь, они уже воркуют. А у нас большая статья была в губернской газете, заголовку. Злого человека голуби не живут. У вас ни у кого голубей нету. А у меня в деревне и здесь голубятни. У меня кот есть. У меня кот 6 котов, 4 и 4 сенек, 10. Да какие коты-то у меня? Ваши, разве такие? Так, белый? Где он? Ну-ка, давай сюда. Пошли, Паля, посмотрит тебя. Ой, моя красавица. О, посмотри, какая. Вот он у меня такой. Посмотри, лиса какая. Он у меня такой. Ну ладно, ладно, посмотри. Сейчас покажу, где белый. Прям пуля в пулю, только как у меня кот. Сейчас, подожди маленько. Хорошо. Белый, где ты находишься? Лежишь. Сейчас я тебя сниму оттуда. Подожди. Белый, пойдем, тебя покажем, пойдем. Пошли, мой хорошенький. Опа. Давай, давай, давай. Давай, давай. О, не поднимешь его. Какой он кот. Смотри, какой. Ему год и два месяца. Угу. Так они какие? Мышатники. Они не просто лежат. Они в деревне, и здесь мышей ловят. Где голуби, там зерно, семечки. И там много мышей. А они все очищают вахтовым методом. Одних беру, других заношу. Угу. О, ох. У вас ничего этого нет. И говорите, какие ваши дела? Я вам свои дела не могу перечислить даже. Вот у меня в саду только скворечников, 123 скворечника было. У вас ни одного... А вам надо памятник в уходу поставить. Я орнитологией с потилет занимался. Мне интересно это все, понимаете. В 81-й год, а я еще ни одной таблетки не съел. А у меня руки и ноги, говорится, все вывершено. И Господь все просто... Как ты думаешь, зубы-то болели когда-нибудь? Как болел. Болел, да. Допустим, было такое у меня. Три грыжи на позвоночнике. Рельсы, шпалы носить. А хитрые присядут. На тебя за троих одна тяжесть. Раздавило между позвонками это все. Да, взят был. Прямо, говорится, со стройки и на машину увезли. Но уже на третий день я в спортзале у них был. И тело свое расшатало. Они сегодня на карачках стоят. А у меня нарост из мышц, мускулов. Корсет. Я его не надевал. Так вы же худой. Ну, так и все. В этом и задаче. Как мне наш сказал, он доктор медицинских наук. Шофет Яков Нахманович говорит. Это только профсоюзным деятелям так болеть. А-а-а. Да. Завиды. Ну, вот так. Должно быть, жизнь должна быть в бедности даже красивая, интересная, полезная для многих. Так бедность это не круто. Ну, какая бедность? Я вам показываю материалы. Вот. Когда у вас будет Библия? А тут мусульмане. У нас другая книга. Я им сразу показываю. Ваша книга? Считай, что написано. Ни один не может прочитать. Почему, я говорю, для вас должен читать? А у меня один том вышел про Коран. По сурам я там разбираю весь. В сравнении с Библией. Мои книги, они не имеют аналога в мировой литературе. Вы зайдите на скайп, и я вам скину, и вы сразу возвыситесь. Вы не будете лежать. К вам обращаться будут. А вы напишите мне у вас здесь название. Я не могу. У меня клавиатура закрыта. Я клавиатуру не могу достать сейчас. Я когда кончу, говорю, только тогда могу ее открыть. А у вас что, устройство сломано, что ли? Не сломано ничего. У меня идут записи. И все. Я аппарат, видеаппарат поднятый. Стоит он на особом ящике, который на клавиатуре. Вы, короче, можете взять все свои книжки. Вы зайдете, если на наш YouTube, вы сами себя увидите и наш разговор. Вы что, меня записываете? Обязательно. Зачем? Да зачем? Еще тебе непонятно-то. Зачем? Это мое право. Мой дом. Но надо было хоть предупредить. А зачем предупреждать? Вы должны быть такой, как есть. Так что впереди, что вы сказали, которое слово там такое, оно нету здесь его. А его уже нету. Я даже... Нет, в смысле, все равно, что я там сказал. Я имею в виду, я уже не в пиджаке даже. Да нет, еще. Только будьте аккуратнее. Ни одного слова, не говорите лишнего. Так что, Иван... Мы, короче говоря, можете взять свои книжки все. Иван, вставай, начинай работать. Заходи по скайпу и сегодня поговорим там. Ну, я не могу со скайпом. Меня от него подташнивает. Ну, попросите кого-то. Попросите кого-то. Скайп это простая такая система. Там не надо ничего, не платить ничего. Там не надо, ничего не надо. Только заходи, беседуй. Бесплатно. Я говорю, вы можете, короче, книжки свои взять, да? Продать их. Да, книги, книги. Тысяча иземпляров 650 подарены. А остальные можно купить. И там я дам цену вам. Нет, вы можете свои книжки сейчас вообще подать. Это я сначала узнаю. Вщи руки. Не просто так. Книги-то кончаются уже. Получить кругленькую сумму получить. Никакой. А если я и получу, она ко мне в руки не приходит. Когда мне за книги, допустим, пересылают с Америки или откуда деньги, я еду с многодетными. Получаю. И на ассигнациях моего отпечатка пальцев нет. Они прямо сразу из паспорта берут и уходят. У меня ничего нет. Вы не поняли, с кем разговариваете. А в Ютубе как канал называется? Во свете Библии открытым оком. Ну, сколько раз, Иван? Во свете Библии. Вот эта вот Библия называется. Вот. Библия. Вот. Во свете. Вот ее свет исходит. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Четыре слова запишите. Во свете Библии свет исходит. Да, Игнатий Лапкин. Это я. И что, я там сегодня буду? Нет, вы... Да, там будете сегодня. А вот это через неделю у меня будет. Потому что у нас бывает так, с другого города большая администрация. Там где-то будут записывать. А я только звонки снимаю. Я сейчас напишу, короче, имя свое. Ну, а может писать, не писать. Напишите, я уезжаю, Иван. Я сразу вам откликнусь. Но только когда я закончу здесь. Я еще тут полчаса примерно побуду. Ага. Ну все, я зайду сегодня к вам туда, на YouTube. Смотрите. Обязательно. На YouTube и попроситесь по скайпу. В YouTube общаться очень тяжело. Под каким-то роликом надо. А YouTube прямо, это сказать, скайп напрямую. В крайнем случае, Mail.ru, мой мир, можете зайти. У меня там 22 тысячи фотографий. То есть у нас огромные-огромные ресурсы. Ну ладно, до связи. Я вас найду. Обязательно. Игнатий Лапкин. С это имя, фамилия, в интернете, мировом, я один. Так, но вы не сатанисты, да? Вот допустим, если вы зарядите Кузнецов, там, Владимир, вы найдете почти 3 миллиона таких. Фамилия, имя, а Игнатий Лапкин, я один, один. Это не секта, да? Ну мы православные, какая секта? Что ты дуришь-то? Ну мало ли что-то. Вы там увидите, у нас богослужение в храме идет, митрополит, священники. У меня брат священник, родной брат. У нас в храме ничего не продается. У нас крещение, все бесплатно делается. А вы почему не священник? А потому что я проповедник-миссионер. Меня на другое Бог избрал. Священников тысячи, а миссионеров один-два и общался. И мы свидетельствуем о Боге. Иоанн Златоуст говорит, чтобы обратить человека, надо тысячи талантов, а чтобы крестить как священник, ни одного таланта не надо. Надо быть рукоположным, и все покрестит. А что там крестить святую водичку? Святую водичку можно и дома осветить. Если можно осветить, то не было бы священца, не было церкви. Вам вставать неохота, чтобы вас прямо на столе, на диване осветили вам воду. Да. Да. Так что, Иван, не дури, вставай. Ладно, да. У тебя авторитет будет перед женщиной, перед женой сразу авторитет у тебя поднимется. Да? Да. А там вот, у вас группа есть какая-то там ВКонтакте? Да, там есть. У нас есть чат. Утром идет молитва, со всего мира собирается. Занятия три раза, это все в интернете, по скайпу. Я вам могу скинуть все данные, только скайп себе заведите, страничку. Хорошо. Вы, понимаете, я утром захожу в чат рулетку, и я молюсь, господи, да пошли мне хорошего человека, чтобы побеседовать-то. И у нас, видишь, как получилось. А вы знаете, кто чат рулетку сотворил? Нет. Мальчишка, 15-летний двоечник. Андрей Тарковц, Терновский. Вот так вот. И он говорит, одни двойки, экзамен не сдать. Я стал думать, что придумать. И придумал место для всех блудников, разбратников, ни за что не отвечать. И он стал миллионером. Уехал в Америку, на Лазурном берегу живет. А вы можете продать все свои книженки и тоже станете миллионером. У меня нету нигде ни копейки. Я ничего не беру. Там, если что-то и есть где-то, это кто-то там из администрации для дисков или что-то купить. У меня ничего нету. Вы не поняли, с кем говорите. У меня тут я покажу телефон. Мне его кто-то купил. Вот этот костюм, ему 28 лет, допустим, он весь в заплатах. Его тоже мне кто-то купил. Я все отдал. У меня нет ничего. А ну что вы живете? А я живу на то, что Господь послал. И у меня каждый день что-то есть. У меня пенсия 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. Ну на 8 тысяч за месяц не проживешь. Ну и эти 8 тысяч, то я их отдаю тоже. Господь дает. И что Бог посылает? Посылает что? Вот, допустим, в деревню мы садим картошку. Вот сейчас вчера капусту солили, там пошли. У нас все есть. Деревню строим. Так, давай капусту. Шесть прудов. Но посадили вы капусту. Я не ответил вам. Шесть прудов. Их зарыбили, наша рыба. И мы рыбу ловим. Кроме того, наши держат скотину. Вот приезжает здесь, и что-то молоко или что-то еще привезет. Потому что мы им помогали, и они нам помогают. Но вот капусту вы садите, короче, надо подождать, когда она вырастет. Она выросла, мы ее привезли в деревню, которую мы строим, православная деревня, на 150 километров от Барнаула. И мы приехали сюда 10 октября, и здесь работаем. Повторяю, у меня на Ютубе здесь 17 тысяч роликов. Этого нигде даже половина нету. Нигде нету. Даже 17 подалений, пополам 6, это 8 с половиной тоже ни у кого нету. Даже 4 тысячи ни у кого нету. А я всего здесь нахожусь, ну, там видно даже какой год. Не больше 9 лет. Офигеть. За книги... А папа в бою нет? Когда я книги писал, 9 лет ушло на 38 томов. Я потратил на это, здесь просидел, 30 тысяч часов. И после этого еще дважды, почти 100 тысяч часов за моими плечами. Ежедневно я 14-16 часов работаю в интернете. Отвечаю на вопросы. Рассказываю. Новые люди приходят. Наркоманы становятся нормальными. Преступники становятся на ноги. Приходят из тюрьмы и благодарят. Теперь, говорит, у меня семья, я в церковь хожу. Вы все это увидите. Я не просто говорю, а вы увидите. Вот я судился 11 лет. Вот высудил два дома. Когда сводился, они мне государство должны были 11 миллиардов. Ну, короче, я сегодня в YouTube зайду, посмотрю ролик со мной. Не забудьте выкинуть в YouTube ролик со мной. Да, обязательно. Только это будет, может быть, день через 7 или через 10. Я буду каждый день смотреть на меня. Каждый день. Он будет называться так. Проповедуйте Евангелие всей твари. Там под номером каким-то 12-15. Его увидите, себя, и скажите, слава Богу за этот день. Прекрасный день. Что Иисус умер за нас. Иисус Христос пролил кровь. Говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. В Евангелие. Кто будет веровать, креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет с дьяволом в огне гореть вечно. Мы для этого есть. Зачем вы здесь в Турлетке, меня спрашивают. Затем, что это Содом и Гаморра. Бог приготовил к огню это место. Это точно, ну. Ну еще бы. А тут мусульман. Мусульман процентов 85. Я им говорю, ты зачем здесь мусульманин? Ну, поговори. Да ты говорить-то не умеешь. Что говорить-то? А зачем? Я тебе скажу. Слушай, у тебя дома 4 жены. Вам официально разрешают ваш руководитель, кто вашу религию создавал. И за каждую платить колым. И развестись. А ты должен детей кормить. Если ты нет, тебя в Европе найдут. В Турцию притащат и будут бить, пока из тебя кости не покажутся. И ты будешь работать. Не как у русских. Бросил и пошел от Таньки к Маньке. Не пройдет. Я говорю. А здесь. Там 4 жены колым. А здесь 44. Голые русские кобылы. Вы пришли сюда скакать. Южные жеребцы. Вот зачем вы пришли сюда. Ага-ха-ха. Не хохочи. Ян Владимирович говорит. Хохочешь, рот раздел. Не думай, что сатана вскочит в тебя. Сатана плохой чел. Повторите. Я говорю. Сатана плохой чел. Лютый. Не все. Не так что-то не понял. До конца. Я говорю. Лютый тип. Это все. Ну вот так. Мне это слышно. Не случайно, Иван. Это Господь так сделал. Да по-любому. Ну ладно, я это. Все. Все. Отключайтесь. Все. Отключайтесь. Во славу Божию.